Хендмейд становится все более модным увлечением. Сделанная своими руками открытка или игрушка ценится намного выше купленной в магазине. Ведь в изготовлении таких подарков вкладывается не только умение, но и частичка души. Всем, кто уже увлечен или только собирается увлечься каким-нибудь прикладным искусством, посвящается наша инструкция. Добро пожаловать, благорященцы, в мир скраббукинга. Скраббукинг от английского «скрэп» — вырезка и «бук» — книга, буквально «вносить в книгу». Этим заграничным словом обозначается ручное творчество по изготовлению различных фотоальбомов, открыток и других памятных мелочей. В общем, собственными руками ты собираешь, украшаешь и бережно хранишь свою историю. Благодаря специальным материалам эти дорогие сердцу вещи очень долго сохраняются. Основная цель скраббукинга — это все-таки сохранение дорогих нам памятных событий. Выражаются фотографии, и фотографию хочется сохранить как можно дольше. Аскраббукинг как раз позволяет это сделать. Как и любое другое хобби, это в первую очередь возможность получить потрясающие эмоции. Потому что те инструменты и декоративные материалы, которые используются в этом хобби, они настолько прекрасны, они создаются дизайнерами, продумываются для каждого возраста, для каждого праздника, для каждого самого даже требовательного потребителя. Решила заняться этим делом — припаси специальную некислотную бумагу, архивный клей и ножницы поострее. И непременно набери побольше декоративного материала — бусинок, страз, перьев, цветочков, блесток. Все это вкупе с твоей фантазией выльется в настоящий шедевр. В этом деле главное, чтобы фантазия не подвела. Если тебя всегда привлекали красивые картинки, и ты не можешь пройти мимо красочных бумажных салфеток, советую заняться декупажем. Декупаж от французского декупаж — то, что вырезано. Это техника украшения с помощью бумажных картинок. Чаще всего для этого используются привычные нам кухонные салфетки. Декорировать таким способом можно что угодно — посуду, мебель и даже одежду. Главное, чтобы поверхность была однотонно светлая. Вот из этих, на первый взгляд, таких простых материалов получаются настоящие шедевры. Из этих тоненьких, неприметных полосок бумаги целые картины создаются. Техника такая называется квиллингом. Квиллинг от английского «квилл» — птичье перо. Из бумажных спиралей создают цветы и узоры, которые затем используют для украшения открыток, альбомов, подарочных упаковок. Для красоты такой используется бумага особой плотности. Она окрашена в объеме, чтобы обе стороны и срез выглядели одинаково. Иногда, конечно, срезу специально придают другой цвет. Мир ваших будущих хобби открывала вам Яна Дежурная по рубрике.